А вот, кстати, кому пробки точно не страшны, так это петербургскому путешественнику, изобретателю Игорю Баронасу, который собирается покорить льды Байкала. С ним встретился наш коллега Эльдар Абитов. Ему слово. Эльдар, привет. Доброе утро. Доброе утро. Как давно вы катались на лыжах или коньках, а на велосипеде? А если совместить три в одном, получится именно он, ски-байк. Но более подробно об этом чудо-транспорте, а также об ультрамарафоне, который совсем скоро предстоит совершить на Байкале, нам расскажет его создатель, известный петербургский изобретатель Игорь Баронас. Игорь, доброе утро. Здравствуйте. 210 километров на озере Байкал, и это средство было сделано именно для этой гонки. Из чего это все сделано? За основу взят обычный стандартный велосипед. Вместо переднего колеса я установил сначала лыжу. Потом установил конек, чтобы попробовать, как он идет по льду. Есть преимущество перед конькобежцами. На гладкой льду скорость одинаковая, если лед похуже, то есть преимущество у этого велосипеда. На снегу тоже перед велосипедистами есть небольшое преимущество, когда снег рыхлый, когда переднее колесо зарывается, лыжа, она проходит хорошо, легко. На Байкале предстоит гонка в течение трех дней, три этапа. Первый этап 80, второй 80 и 45 километров. Я вижу, что у вас здесь и термос, и какие-то у вас лыжные очки. Каждый участник обязан иметь с собой термос, литровый, потому что условия могут быть различные. Вот маска обязательно, вот такая, обычные велосипедные очки не подходят, потому что при ветре, встречном ветре, или боковом, или при снежной буре, ну просто все лицо заледенеет, невозможно будет смотреть. А 210 километров, это примерно сколько по времени? Лучшее время в прошлом году у велосипедиста было 7 часов, около 7 часов за все три этапа. У конькобежца около 9 часов. На чем будут ехать ваши соперники? Соперники все будут ехать на обычных велосипедах, но колеса обязательно шипованные. Без шипов там делать нечего абсолютно. И желательно еще шипы на обуви. А лыжники вам завидуют? Лыжники? Ну, я, бывает, завидую лыжникам, потому что там, где они пройдут, меня не пустят, я испорчу лыжню. На лыжах я сам люблю кататься. Конечно, это для разнообразия нужно и лыжи, и ски-байк, на всем нужно попробовать. Игорь, спасибо вам большое, я вам, конечно, желаю только победы, но теперь попрошу вас сделать то, чего ждут все наши телезрители. Покажите, пожалуйста, свое транспортное средство в действии. Так. Ну, друзья мои, если вы вдруг где-то в городе встретите такое необычное транспортное средство, не удивляйтесь, просто идет подготовка к гонке на Байкале. Ильдар, спасибо. Это, кстати, девушка на лыжах за Игорем отправилась тоже достаточно стремительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!